Каждый парень должен уметь постоять за себя. Речь идет вовсе не о кулаках и дедовщине. Со слов сотрудников военкомата, в последнее время нижнекамские ребята в армию идут неподготовленными. Не столько физически, сколько морально. К сожалению, вот эта психологическая сторона очень часто является не просто фоном, она является пусковым механизмом, когда человеку бывает сложно и все воспринимается в негативном свете. А вот физически наши ребята стали заметно крепче. 75% от общего числа призывников получают в заключении медкомиссии Годин. Значительно снизилось и число уклонистов. Теперь косить от армии себе дороже. Получается правку вместо военного билета, ну и, конечно же, получается дальше уже со всеми вытекающими отсюда последствиями. А последствия определены законами о государственных гражданских служащих и муниципальных служащих. То есть в таких случаях, значит, с такой формулировкой, людей на работу не принимают. Закон обязывает даже тех, кто работает, уже увольнять. Поговорили о том, что в армию лучше идти, имея специальность. К примеру, водителя. Так, обучаясь в школе ДСАФ, ребята не только бесплатно получают профессию, но и уже во время несения службы им будет легче адаптироваться. Проживание в коллективе, те же спортивно-массовые мероприятия, где-то прыжки с парашютной вышки. Также готовим водителей БТРов прокатиться на БТРе. Они разборка-сборка автомата, стрельба с пневматической винтовки. Все вот это и то, что проживание в коллективе, это чувство локтя, они легче вписываются в коллектив в армию. Под обсуждение попали многие темы, кто и насколько может получить отсрочку, неуставные отношения, плюсы и минусы службы по контракту. И самое интересное, о погонах мечтает все больше нижнекамских девушек. В прошлом году было 15 заявлений подано на обучение, но практически они не смогли все выдержать, ту конкуренцию, которая там есть, не прошли. В этом году уже 7 человек написали девушек заявление. Зашла речь сегодня и об альтернативной службе. Выяснилось, что среди нижнекамских ребят она совсем не популярна. Так, в прошлом году такой вариант выбрали 3 человека. В этом году всего один. Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, Новости НТР.